Как с той стороны смотреть в Библии? Вы знаете, воспитывать надо людей, их надо любить. Их не воспитаешь никогда. Никогда не воспитаешь. Их надо любить, их надо воспитать. Знаете что, я начальник детского лагеря, знаю ребятишек таких. Преподаю в разных университетах, придавал. Во всех отделах милиции Барнаула, Край и УВД. Дальше 17 лет работаю в тюрьме. Я знаю в школах, все слои населения знаю. Эта нация выродилась, ее никто не уничтожает. Они каждый день уничтожают сами себя. Это спившая и деградировавшая нация. Нация позором для мира является. Потому что без Бога, без Бога живем. Без Бога, потому что... Вы знаете, один вопрос. Вот выясняется, что я тут ваш оппонент, я очень хочу им быть. Значит, без Бога живем. А что, европейцы с Богом живут? А то секундочку. Американец с Богом живет, который, извините, с утра до вечера в Мамонии, то, что называется, про преклонение. Кто живет сегодня из этих? Позовите меня, Бог не спросит. А-а-а, тогда вы, значит, только про себя. Нет, стоп. Давайте сравнивать все-таки. Понимаете, русский человек себя разрушает, безусловно. Понимаете? А что, финны не пьяницы? Ну, когда ты... Такие же пьяницы, вы знаете? Да, послушайте Жданова, когда он был там, приехал. Владимир Георгиевич, слышали такого? Нет, да, да. Там где-то на краю, говорит, у них только пивнушка открывается на 3 часа. Все, у нас же... И где она находится? За 30 километров за последнюю палку. Знаете, а потому что они так положили. Да давайте положим и мы. Ничего не будет. Опять ничего не будет. Вот сейчас, как вчера передали, заметьте. Уехали туристы, поближе, я плохо слышал. И заметьте. Туристы. 9 человек. Нажрали с чего-то, все сдохли. Дальше. Наши? Наши, наши. Это не наши, ваши. Теперь, смотрите, наши русские, неверующие. А значит, вы делите на чистых и не чистых? Нет, это Бог делит так. Отвечайте чистых и не чистых. Книга не визит. Давайте, боже. Я отчего твердо ставлю, если по божьему рассуждаем. Тогда ставим божьему. Смотрите, вчера же передали одновременно. Там какой-то сенер шел и перепилися. До штурмана, моряки, все до одного умерли. Да это нация уничтожающая, нас никто не уничтожает. Сейчас перечисляю. У нас, заметьте, на 138 миллионов, 108 миллионов паразитов. Всякие системы, которые век не нужны. Вы знаете, в Москве, чтобы землю оформить, требуется 264 подписи. Так требуется всего 4. Я и ты, и два свидетеля, все. Неужели в Японии так же? Неужели в Японии? Вот этот домик не может оформить уже сколько? Уже больше года заплатил тут кучу денег и не могу. Ничего не сделаешь. Это полностью разложившаяся нация. Ее никто не будет защищать. Она никому не нужна. Вы знаете, то, что вы говорите, это очень печально. Это может быть в каком-то смысле приговор. Но, если мы, как говорят, исходим из того, что у нас есть некая закономерность, а люди, в общем-то, больны. Больны. Это болезнь. Это мертвые. Мертвые всегда мертвы. Понимаете? Но это больные люди. По преступлению мертвы, в Писании говорит. Ах, ах. Они не больные, они мертвы. Я не судья. Это надо встреча со Христом и рождение свыше. Рождение свыше. Другого нет. Аминь. Это так. Хорошо. Только так. А патриарх об этом не говорит. Никакие припарки не помогут. Уже все разнаряжено. И когда на будущий год в это время мы с вами бы встретились и увидели, что эта территория принадлежит к Китаю, я сказал, что в прошлом году, на год раньше отдали, положение было бы другое. Это все отнимется. Все будет уничтожено. Россия оставляет маленькие резервации с северной Москвы только. Уже все решено. Славянские нации, как самые непокоревые подальность, должны быть уничтожены. Украинцы, белорусы, славяне. Все это будет полностью уничтожено. Знаете, я вам скажу так. Мне тоже немало лет, но я считаю себя, если не русским человеком, поэтому, но я люблю Россию, какая она и есть. Я не делю людей по признаку веру. Не верует морально-морально. Я считаю, если пьяница и так далее, больной. Нет, это грешник, погрешший без Христа. Он никогда пьяница больным не считался. Насчитался отступником, достойным ада. Пьяница и царствие Божие не беседует. Давайте тогда, давайте, давайте подумаем об извлечении. Я художник, понимаете, я лекарь. Я не судья, я не пророк, я не... Я лекарь. Я должен помогать людям, как могу. А как ты можешь помогать без Христа? Что ты поможешь, когда ты сам грешник в топе? Самого себя из трясены за волосы вытащить разве сможешь? Никогда. Никого не спасешь, и себя не спасешь. Вы знаете прекрасно, одна вещь, что человеку дано иметь совесть. Другое дело, мы иногда закрываем на нее глаза и говорим, ее нет. Она дана, изначально, природа дана, раздана. Значит, с этой совестью надо разговорить. А что такое совесть, объясните? Что это такое совесть? Ну, совесть, объясните. Я объясню. Сейчас тогда объясню. Чтобы я мог совесть, тире, вот так вот написать. Теперь, тогда у меня один такой... А если нет, я вам сразу объясню. Я пришел к такому выводу из своей практики. Значит, есть, вместе с физическими законами, есть данный нам моральный закон. Кем данный? Ну-ну. Что, космический разум? Есть Святая Троица, есть Бог и нет. А я показываю там. Если есть закон, есть законодатель. Есть законодатель. А не мироздание. Это Григория, армянская вера, признает Святую Троицу. Вы по их учению говорите. Это наши братья. Ну, я знаю. Поэтому мы так и горячо разговаривали. Братья во Христе. Да. Теперь, ну, если этот закон дан, значит, с этим законом надо общаться. Я отвечаю. Значит, вы не ответили. Вот, допустим, берем слово, допустим, Ожигова, и написано слово такое-то. И написано тире, что оно означает, как, ну, когда кроссворд разгадан. Я отвечаю совесть. Я вывод сделал. Совесть. Я сегодня вам оставляю. Совесть – это участок души, через который слышится голос Божий. Молодец. Я согласен с вами. Абсолютно. Я вам оставлю картину сегодня. Посмотреть хотели. Это что, у вас на диске написано? Да, на диске. Хотите, перепишите. Сейчас пойдем, перепишите. Посмотри. Значит, я там общался... Сейчас перепишите. Совершенно верно. Я себе про правду, кому знаком. Значит, он сказал, что... А почему бороду греете? Нет, почему греете? Зачем? Портите образ Божий. Какой же вы верующий? Бог-то творил под женщину. Зачем это? Я, ты... Вот она женщина. Я не дано. Вот смотрите, мужчина. Все иконы. Я смотрел, от которого идет... Ну, обратил армян. Вот, бородой. Григорий. Да. А зачем это так? В таком возрасте больше не бреетесь. Да. Нет, буду бороться. Потому что... Ну, я занимаюсь... Нет, не по этому. Значит, Малашин режиссер был бородой. Ну, я понимаю. Ну, ничего. Терпите меня таким. Да не в этом дело. Я говорю словак, чтобы вы знали. Это Бог так установил. Святитель Накентий сказал о них, что вот эти народы, которые не христиане, но своим образом и отношениям к природе и друг к другу, они больше христиане, чем мы. Сказал он. Ну, теоретически. Хорошо. Я тоже так пообещал. Давайте почему. Я с ними 4 года общался. У них даже в каком-то состоянии, потому что советская власть над ними хорошо поработала, у них даже в этом состоянии такое зонкое понимание природы, мироздания и самоёвом местности. Пантеизм. Это так и есть. Конечно. А что это? Да никак. А мы, говорит, сказали, знаете, уже такое время, сейчас не надо. Она выходит, суп выбросила, природа там. Тундра ешь. А мы, говорит, так удивились миссионеры. Она тундру задабривает. Это шаманизм. Она не одну секундочку. Оп. Это связь с язычеством. Стоп, стоп, стоп. Здесь аккуратно. Я 4 года там уже. Значит, есть маленькая вещь. Для них, для них, природа, граждание. Суть живое существо. И есть и... Ошибка. Нет. И они своё место в этом живом существе понимают очень точно. В отличие от нас с вами, которые оккупировали всё. Христос какое место тут занимает? Где? Ну вот в этом, что назвали. Ну, живая природа для его людей. Ну, я думаю, один из... Дальше читаю. Евангелие от Иоанна 3 глава 36 стих. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий в Сына не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нём. Всё. Пребывает. И мне больше не надо говорить, как он сказал. Вот это природа. Вот всё живое. Всё это для прославления Бога. Как ты велик наш Господь. Совершенно верно. Но. Но. Когда мы здесь находимся, один сказал, это моё, это моё, это моё, а это ничьё. Потому что мы на бесось думаем. Понимаете? Поэтому, значит, раз меня не создано, точно не наша. А раз мы это оккупировали, кто мы? Не знаю, что оккупировали. Бог дал, сказал, бери, наслаждайся. Ну, значит, как он это сказал? Телеграммой, путь по почте. Словом Божьим и совестью. Значит, кто это написал? Вот он написал, допустим, 103-й псалом сегодня считали. Это написано? Завид. Царь и пророк Давид, избранник Божий. Это буквами написано? Буквами написано, 103-й псалом. Он тебе присваивал эту связь с Богом? Зачем присваивать? Когда Бог его избрал. Когда он был пастушенком еще. Как он избрал? Кто это видел? Как избрал? Самуил его помазал. А если я рассказал про это и придумал? Ну, да, ты можешь. Это и верующий называется. Верующий в слово... Не верующий написано представляет Богом живо. Неужели я Карену буду верить, а Богу не поверю? Я дико извиняюсь. Нас там тоже люди ждут. Давайте... Я что хотел спросить. Тихо, смотрите, относитель Лениаминов сказал. Он говорит так. Со многими грехами сумели раздавать, кроме греха, блуда. Они не выходят из этого. Он ничего не мог сделать с ними. Вы знаете, у них этого греха я что-то не заметил. Они не считают за грех, потому что... А какой там блуд? Пойди, где вы этот блуд? Хорошо, побег из ГУЛАГа, посмотрите, показывает. Когда Лениамин сбежал, в первую очередь, гвоздь положить с хозяйкой. С дочерью. А почему? Почему? А не, укрепить народ. А-а-а, это природа тоже. Ну, тогда разговаривать о чем. Мы на разных этажах. Я с вами разговариваю с высоты Писания, а вы из подбала не верю. Хорошо. Опять все относительно. Нет. У Бога нет относительного. Абсолютная истина. Он говорит, я есть путь истинной жизни. Оставляю диск, перепиши.